Разобраться в мотивах преступления, вычислить нарушителя закона и доказать его вину задача сложная. Неподготовленному человеку такое будет не под силу. Но все хитрости преступников можно разгадать по оставленным следам. Занимаются этим сотрудники отдела криминалистики Следственного комитета. 19 октября они отмечают 60-летие со дня образования их службы. Обеспечить принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление вот профессиональная креда сотрудников службы криминалистики. Именно поэтому правоохранители занимаются раскрытием преступлений, совершенных еще в прошлые годы. На помощь им приходят специальные инструменты. Кроме компаса, лупы, растворов и порошков, имеется и техника потяжелее. Например, источник экспертного света. Позволяет выявлять невидимые следы на различных поверхностях. Как следы рук, так и следы биологического просажения микрочастиц и так далее. Вот батарейка, две съемные батарейки у нас. Одна есть эстационарная. Вот нажатием кнопка включается. Что-то было видно. При работе с данным аппаратом необходимо надевать вот очки специальные, для выявления разных поверхностей. Когда в прошлом году в Казани разбился Боинг, сотрудники следственного управления Следственного комитета Почуваши отправились на помощь своим коллегам. Криминалистами был изучен каждый сантиметр территории, где произошла авария, чтобы воссоздать картину крушения. Вообще, с информацией, которую могут нести в себе вещи, нужно обращаться крайне осторожно. Сохранить и проанализировать можно даже запах. Для этого улики помещают в стеклянную банку или плотно заворачивают в фольгу, чтобы они никак не контактировали с внешней средой, а затем запечатывают в бумажный конверт. Преступник не оставил следы преступления. Однако мы имеем сведения о том, что он, например, сидел на мягкой мебели. Есть возможность изъятия и без предметов, оставленных им. Для этого мы используем фланелевую ткань, обмачиваем ее дистиллированной водой, прикладываем на место, где он находился, сжимаем больно тяжелым таким предметом, чемоданом, каким-нибудь тяжелым, минуты 15. Затем, также аналогичным образом, упаковываем его после упаковки вещественных доказательств и назначения соответствующей судебной экспертизы. Доставляем объекты, соответствующие экспертно-криминалистическое учреждение, где эксперты с участием специально обученных собак проводят экспертизу. В арсенале следователей-криминалистов Чувашии есть детектор лжи, газоанализатор, а также программное обеспечение, которое позволяет делать 3D-снимки. Так можно визуализировать обстановку во время преступления. При помощи следителей-криминалистов, следственного управления, закреплены доказательства по многим уголовным делам, находящимся в производстве. Так, например, следители-криминалисты участвуют при производстве видеосъемки, видеофиксации протокола допроса, что особенно актуально с введением с 1 января 2015 года необходимого допроса, именно фиксации допросов, видеодопросов несовершеннолетних, потерпевшихся деятелей, подозреваемых, обвиняемых. Помочь следствию, если это необходимо, долг каждого гражданина. Сегодня это можно сделать онлайн. В социальной сети ВКонтакте появилось сообщество при поддержке отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Чувашской республике. Желающие могут как публично, так и анонимно сообщить об известных им фактах преступления, проконсультироваться по личным вопросам, узнать последние новости и обсудить правовые темы. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Продолжение следует...